Петушки это в Новосильском районе. У каждой семьи в этом селе есть свой автомобиль. Да толку-то от него нет, жалуются местные. Они давно ходят пешком. До райцентра чуть больше 12 километров. А это часа 3-4 на своих двоих. У дороги есть определенный слой, щебенки. Они его раз стерли, два стерли, три стерли. Сейчас они его дотерли до того, когда дорога строится, насыпается земля, а потом слой жесткого покрытия. Вот они жесткое покрытие стерли до такой степени, что просто уже дождь прошел и щебенки там нет. И вот вы будете ехать обратно и увидите, там колея такая, что все проваливается. Максимум, что видели жители петушек, укладку дороги щебнем. Привезли три КамАЗа. Но на 12 километров даже ничего не понимающий в дорожном ремонте скажет. Хочешь, как хочешь, а маловато. Маловато, говорю. Маловато будет. ГАИ встала на сторону жителей. В результате школьный маршрут закрыт. У нас есть еще, помимо этого, маршрут. Вот на Василь Петушки. Мы там едем, забираем еще детишек. Пенькозавод у нас там, дети есть. И сейчас уже стал вопрос о том, что совершенно его закрыть. Проживающие в селе уже не просят автолавку или ФАП. В центральную районную больницу приходится ездить в окружную. На Василь рядом, да, всего 19 километров. Нам приходится ехать на Верховье, с Верховья на Залегач, а уже в Залегач попадаем на Василь, чтобы в больницу хотя бы сесть. Это в больнице. Представляете, какой мы крюк делаем? Душа радовалась. У нас есть выездная поликлиника при больнице. На базе автобуса, базика, да? Да, да. Она проедет сюда? Она не проедет. Национальный проект «Старшее поколение в бездействии». То, чему радовались пенсионеры других населенных пунктов Орловской области, когда на машинах, в социальных службах бесплатно доставляют в центральную районную больницу, для оказания медицинской помощи без очереди, в Новосильском районе не работает. Причина – данный участок длиною в 14 километров. Часть дороги, по которой спускаются с горки или поднимаются вверх, случайные автомобилисты считаются одной из самых опасных. Машину легко может занести и закружить. Районные чиновники вместо щебня в последнее время расщедрились и уложили глину. Местные такой подарок не оценили. Никаких работ здесь нет. И это не голословно, это видно все на камеру, пожалуйста, посмотрите. Здесь нет ни щебенки, ничего. И вот то, что вы сейчас присутствуете, это вот здесь приедет грейдер, и для нас, как для дураков, разровняет. Вот глину Витьку он сталкивает, вот ее видно прекрасно. Они ее сталкивают, через неделю такая же история. Все. Но следующий грейдер приедет после следующей вашей съемочной кампании. Это не дорога, а направление. Может быть сгоряча и довольно резко высказываются люди. Просто говорят, накипело. Перед мартовскими праздниками эту глину, в которой застрял очередной водитель фуры, разровняли. В районной администрации говорят, вопрос с подвозом детей к школе решили, переложив его на плечи родителей. Балахин сказал, что участок дороги, километр, внести в план график по ремонту. А километр это какой? Ну, километр это вот спуск подъема получается. Самый опасный участок. Так, мы, конечно, надеемся на лучшее. Мы писали писем много. И в 2018 году, и в 2019 году писали. Ответы были, что из-за того, что недостаточно денежных средств. Сколько именно недостаточно, местные чиновники не знают. Не просчитывали, но соглашаются. Хуже этого участка в Новосильском районе нет. Я думаю, что, наверное, самый плохой. Потому что вот у нас постоянно жалобы обращаются, там ездят фуры, они застревают на этом участке и перекрывают полностью дорогу. Больше ни с одной дороги таких обращений у нас нет. Тем временем, единственное решение, которое приняли чиновники, установили знаки, запрещающие проезд для фур через петушки. Виктория Юркова, Арсений Куликов. Телеканал Первый областной.